Ну, сказать, что мы расстроены, значит, ничего не сказать. То есть, конечно, мы очень хотели выиграть. Настраивались, готовились, сильно готовились по всем направлениям и в плане подготовки к матчу. Попытались найти новую схему, чтобы немножко соперников удивить. Ментально, в общем, много общались с ребятами. Ну, так сказать, брать по настрою ребят, по самоотдаче, по желанию выиграть, претензий нет. Вот игровые моменты, конечно, в основном это атакующие действия, к сожалению. Конец сборов нас оставляет жать лучше. На сборах тревога была, мало голов, и как бы ситуация продолжается. Тайм-тайм давление оказывали, а все-таки штрафное окружали, но не могли завоевать. Очень мало индивидуальных действий, прорываний, обыгрыш, на что направляли. Вот насыщенная борода соперника взломать надо, чтобы быть им удовольствием сильными. Хорошие взаимодействия, надпино предлагаться. Но вроде давления было, стандарта много. Были возможности. Стандарта забить, три возможности. Но, к сожалению, еще невозможно и удача вернулась от нас. Вдруг какая-то подача простая, какой-то маленький, подставляя голость. Поэтому, как говорится, что-то отостернулось. Я бы не сказал, что какой-то провальный матч, что-то еще. Но проблема атакующих действий и фон какой-то неудачи. И та же ситуация с Ростовом была. Однако это атак, ошибка и 0-1. А когда голов нет, ошибка, что это может быть. Это как бы закон. Я доволен командой, что она пыталась атаковать, она оказала давление. Она была мобилизована на победу, страсти, борьбы много. А вот именно креатива и мастерства индивидуального где-то не хватило, чтобы сделать правильный удар в створ-ворот. Самое сложное в футболе – это опасть в створ-ворот. У нас огромный ресурс, огромный резерв во всех отношениях и плане вообще всего. Глобального понимания игры в футбол. Это основная проблема. Ну, в любом случае, если подытожить все в наших руках, я с футболе сказал, что миниатура такая, чем труднее. До конца иду, сражаюсь до упора, и я на голову не опущу, и не буду крайних, как виноватых, а будем анализировать. Готовиться к Сочи, нам нужно 5 матчей, минимум 2 выиграть. Минимум 2. И мы будем делать это все возможное и невозможное, и вытаскивать ресурсы. Слава Богу, у нас подтягиваются ребята, которые были травмированы. Потому что Божий подтянулся, сейчас Слава Икина подтянулся. Вот, а мы где-то, я думаю, будем сейчас искать за эти 3 дня, вот, как будто тренировка, восстановить тренировку для тех, кто играл, и для тех, кто не играл, работа будет хорошая. Без выходных. И, блядь Богу, мы уходим после тренировки на Сочи. И будем сражаться, и на любом случае это однозначно. Спасибо большое. Коллеги, вопросы, представляете? Шуфрин, Леонид, газета Марио. Сколько? Представляется-то, может, одно и то же. Почему схему перестроили? Это вот как бы отголоска того, что вы говорили на прошлой пресс-конференции, что вот в конце сезона очки важнее красивой игроки. Ну, я говорю, что схема футбол не играет, играют живые люди. Поэтому большей разницы, огромной особенно нет. Ну, мы хотели, во-первых, что-то, раз мы бьемся в стену, и у нас нет центрального хобека второго сегодня. То есть, Ирак, и там был Мендель, был Акимов, а так мы используем что-то, атакующим игрокам Оспана, но мы три матча, к сожалению, у нас не очень удачно сложились. В этой ситуации, когда выходили молодые ребята и так далее, значит, надо что-то менять. Биться лбом в стену постоянно нельзя. Поэтому мне нужно было важно сегодня в поле насытить, фланги освежить у нас два больших нападающих. Фланга игрой была. Ну, в принципе, как бы, и учитывая, что очень мало времени, в целом она была нормальна. Мы и в обороне хорошо сработали, не давали Самаре. Первый тайм вообще шансов не было практически. У Самары мы все перекусили, все вырвали, штальничественники хорошо сыграли, и плани организации игры. То есть это было именно локальный момент для того, чтобы что-то преподвести для команды соперника сюрприз и для себя что-то изменить. В структуре раз будет три матча, так сыграли, надо что-то поменять. Какая будет схема сейчас в Сочи, я должен буду думать, посмотрим по ситуации. Будем думать. Главное не схема стоит, а стиль игры. Я хочу застилировать силовой, самым давлением, прессингом и так далее. И владением еще агрессивным. Агрессивный футбол. Сейчас, конечно, то, что хотелось бы не получать, потому что такие давления серьезные футболистов, очки нужны, и поэтому иногда игру прощают. Я сейчас не давлю их, что давайте раскатывать и так далее. Мы ищем симбиоз, чтобы мы братишки. Но, к сожалению, пока не получается. Эта схема – это локальный момент. Посмотрим, как случается. Проанализируем, посмотрим игру. Может, что-то корректирует, там не все, естественно. Может, что-то изменить. Может, другая будет схема. Я подумаю еще. Это ведь, наверное, не дело, когда Ираклий плеймейкер играет, да? То есть при живом Москве Ираклий идет, смотрит, кому отдать к дуге. Это, наверное, не совсем его дело. Я повторю слово. У нас эта проблема существует. Центральный хавнатлополь, Менда, Лекимов. Это главная проблема. Два основополагающих центральных профилейского объекта. Мостральный центральный хавнатлополь, он больше атакующий инсайт. Поэтому эта ситуация есть, на самом деле. Но, к сожалению, поэтому приходите менять схему, чтобы насыщать середнюю линию. Коллеги, есть еще вопросы? Так, представляйтесь. Сергей Черный, канал YouTube, Fakil. Сергей Бузович, в первом тайме было ощущение, что вы, как шахматисты, два, крытых советов и Fakil. То есть была осторожность в игре, и это чувствовалось. За счет чего и почему это было, с вашей стороны, с точки зрения тренерской, для команды. И блокировали полностью крылья, они как будто бы возвращались всей командой в оборону и стояли по штрафную. Сколько не было, вот правильно сказали, как бились, как в стену, а движения нет никакого. И скорость игры низкая, за счет чего это, и почему так это происходит. И еще один момент, который проявляется, периодически это проявляется, он то хорошо, то не очень. Игроки играют за спинами. То есть по-хорошему впереди на мяч, вот Максимов вышел, за спиной постоянно принимает мяч. Ну не может же мяч прилететь игроку за спину. Вот не хватает, на мой взгляд, борьбы за мяч, выходить на мяч и тратить энергию и силу. Такое ощущение, как будто сегодня экономились, чтобы сыграть на ноль. Ну нет, в этом ноге было не входит, какой ноль, нам надо три очка нужно. Нет, просто вы правильно говорите, из команды соперника села вниз, тут бежаться некуда. Учитывая, что у нас все-таки не хватает какого-то уровня мастерства индивидуального, креативного в центре поля. Как говорят, покажите на среднее поле, пока мы скажем, какая ваша команда. Вот здесь акцент делается на фланге, на доставке на больших нападающих, на индивидуальное вырывание, взаимодействие различное. Мы их наигрывали. Но так сложно все сделать. Повторюсь снова, мы пощупали ее в первом тайме. Да, здесь была на самом деле такая игра. Кто-то искал ошибку и так далее. Мы понимали, что за второй момент, здесь психология еще. Все-таки давит результат. Три матча неудачных, таблица очень плотная вся. И раскрепощенности явно не хватает. Хотя призываем к этому, но призывай не призывайся, боязнь ошибиться. Она присутствует, поэтому она дает. Больше длинных передач, борьбы, подборов, эпизоды. Эпизоды решают, помогают. Сегодня такой матч был, где эпизоды решают. Но, к сожалению, в нашу сторону. По Максу Максимову, надо быть более агрессивным. Поэтому состав, к сожалению, не играет. Надо быть более агрессивным, более мужское начало. То есть перед конем в этом плане есть вопросы. Поэтому, да, есть проблемы, на самом деле. Редактор субтитров А.Семкин